Кража, разбой или убийство. У Алексея Коробко так начинается практически каждый день. Уже 16 лет он занимает должность техника криминалиста. Полицейский признается, когда приехал на первое место преступления, убийства, страшно не было. Тем не менее, случай запомнился надолго. Я все зафиксировал, все зафотографировал, все хорошо, все замечательно, вроде проявляю. А у меня, получается, лежит труп и такое ощущение по фотографиям, что он у меня висит, а не лежит на асфальте. За этот казус пришлось долго отчитываться перед прокуратурой. Но тогда использовали пленочные фотоаппараты, сами заряжали и проявляли. Сейчас оборудование куда лучше. На любое дело криминалист отправляется со специальным чемоданчиком. Без него никуда. Его вес около 10 килограммов. Здесь есть и обычные канцелярские принадлежности, и специальное оборудование. Начинается обрабатываться поверхности для выявления следов апеллярных линий, следов обуви, биологических объектов, чтобы это все изъять, упаковать, то есть это все под протокол осмотра места происшествия записывается. Мелочей в этом деле не бывает. С места преступления нужно собрать как можно больше информации. Важны следы обуви, отпечатки пальцев и даже слюна. При помощи ультрафиолетовой лампы ищутся следы биологического, так скажем, происхождения. Это как слюна, кровь, ну и так далее. Незаменимый помощник криминалиста – магнитная кисть и специальные порошки. С их помощью обрабатываются поверхности. Есть магнитные порошки, есть немагнитные порошки, есть черные порошки, есть белые порошки, есть серые порошки. То есть для каждой поверхности есть разные порошки. Для обработки белой поверхности используется черный порошок. И наоборот. Таким образом, например, в громком деле на Белимбаевском кладбище, где было разрушено 157 памятников, удалось найти следы преступников. На одном памятнике при обработке были обнаружены следы обуви. И вот я как бы их детально... Криминалист рассказывает, собирая улики, можно и сутки провести на объекте. Однако помимо работы у него есть много увлечений – охота, рыбалка, резьба по дереву и строительство ледовых городков. К слову, уже 4 года подряд в Белимбае он сам создает ледяные фигуры. Алексей обещает, этот год исключением не станет. Дарья Трофимова, Сергей Шемет, Интера ТВ.